Со второй половины августа в Ульяновской области начнется активная работа с предпринимательским сообществом. Цель – узнать, как бизнес чувствует себя в непростой экономической ситуации, какие есть проблемы. Все для того, чтобы сложить полную социально-экономическую картину. Об этом заявил глава региона во время заседания правительства. Я давал поручение обеспечить неукоснительное исполнение плана действий по нормализации деловой жизни, восстановление занятости, доходов граждан и роста экономики. И в связи с этим, еще раз говорю, и направлять в приоритетном порядке все вот эти наши появляющиеся дополнительные доходы областного бюджета на реализацию этого плана. На сегодняшний день число безработных в Ульяновской области достигает 27,5 тысяч человек. Но при этом в регионе зарегистрировано более 44 тысяч субъектов предпринимательства. По словам губернатора, если каждый предприниматель создаст хотя бы одно рабочее место, то проблема безработицы будет исчерпана. До 1 сентября Сергей Морозов поручил разработать проект программы повышения финансовой грамотности и налоговой культуры. Главной задачей – рассказать каждому о мерах поддержки и объяснить меняющееся финансовое законодательство. Надо, конечно, обязательно пригласить в состав этой комиссии не только представителей правительства, но и налоговой службы, Банк России, Роспотребнадзора, Росреестра, Пенсионного фонда, Социального фонда. Подвели итоги работы фонда обязательного медицинского страхования за 7 месяцев этого года. Так, система здравоохранения была профинансирована почти на 8 миллиардов рублей, что на 157 миллионов больше уровня 2019 года. На лечение пациентов от коронавируса было направлено 434 миллионов рублей. Во время карантинных мероприятий фонд работал с учреждениями здравоохранения дистанционно. На данный момент консультации и встречи проводятся в очной форме. 5 августа состоялся выезд в Сенгелеевский район, а 18 августа мы выезжаем в Теренгульский район. Также на сентябрь и до декабря месяца планируются выезды непосредственно в Бешкальмскую больницу, непосредственно в Сурскую больницу, Индинскую больницу и Большиногатинскую больницу. Обсудили ситуацию по исполнению областного бюджета. За 7 месяцев налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет в сумме 20 миллиардов рублей. Субсидии с федерального бюджета перечислены в объеме практически 2 миллиарда рублей на 755,5 миллиона рублей или на 60,8 процента больше, чем за первые полугодия 2019 года. Идет работа по улучшению инвестиционного климата в регионе. В правительстве предлагают расширить возможности фонда поддержки предпринимательства и сформировать на его базе полноценный институт развития. Данный фонд уже перестал быть чисто микрофинансовой организацией, а примерно уже процентов 50 на 50 начал заниматься, с одной стороны, развитием серьезного среднего бизнеса, с другой стороны, продолжал поддерживать и малый и микробизнес. Таким образом, на площадке данного фонда мы получили полноценный финансовый инструмент, финансовый орган развития бизнеса и предпринимательства. То, чего, наверное, нам очень серьезно не хватало. Также в фонде займутся продвижением бизнес-разработок и разработкой финансовых моделей для привлечения средств из сторонних институтов развития. Анна Тищенко, Владимир Куликов, Новости Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова